Привет, друзья! Это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. На календаре 8 декабря именно сегодня заканчивается отсрочка, которую американским компаниям выдали для сворачивания сделок с флагманом белорусской экономики – Беларусь-калием. Будет ли Литва выполнять эти санкции? Остановит ли она транзит белорусских удобрений? В этой теме решила разобраться премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита, но у нее ничего не получилось. У санкций США есть некоторые особенности, потому что, в отличие от санкций Европейского Союза, которые являются привычными для нас, которые согласуются ведомствами ЕС и санкционируют компанию, а не продукт, есть такие юридические нюансы, которые необходимо сначала полностью прояснить, заявила Шимонита. Это, конечно, жуткий фейк, потому что европейские санкции накладываются на продукт. Открываем правительственный бюллетень Европейского Союза от 24 июня этого года и находим список удобрений, которые запрещено импортировать странам-членам Содружества. Слово «Беларусь-калий» в этом документе не упоминается ни разу. А вот санкции США напротив введены конкретно против «Беларусь-калия». До 8 декабря 2021 года американским лицам предоставили время для сворачивания сделок с этим предприятием. Еще раз, европейские санкции против продукта, американские санкции против компании. У Шимониты почему-то все наоборот. Ну, видимо, она не смогла найти и прочитать документы, на которые я ссылаюсь. Но это так, лирическое отступление. Главное, на что стоит обратить внимание, это на слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Лансбергеса. Буквально за день до записи этого ролика он подтвердил, что Литва не обязана выполнять американские санкции. Я об этом говорил с самого начала. Ситуация окончательно прояснилась, когда гендиректор литовской железной дороги Мантас Бартушка получил разъяснение Минфина Соединенных Штатов. В ходе беседы нас заверили и разъяснили, что в нынешнем объеме санкций, если американские субъекты не участвуют в цепочке поставок, то санкции не действуют. И все же, по словам Лансбергеса, у государства есть возможность, цитата, в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности. О как закрутил! Приглашение к солидарности! Давайте переведем на русский язык. Беларусь калию готовят судьбу санатория Беларусь в Литве, который ранее попадал под санкции Евросоюза. Формально финансовую блокаду этого учреждения организовал шведский Светбанк. Реальная инициатива исходила от литовского МИДа. Санаторий пытался открыть счета в других банках, но ему отказали, ссылаясь на необходимость получить какие-то разъяснения от государственных органов. Схема уже отработана. Допустим, какой-то банк не боится американских санкций против Беларусь калия. Тогда к нему придут подопечные Лансбергеса и скажут, вы что, товарищи, не хотите вступать в санкционный интернационал? Вы не поддерживаете американцев? Ну тогда мы вам устроим веселую жизнь, будем вас тщательно проверять, обязательно найдем нарушения, устроим проблемы с арендой, заберем у вас важных клиентов. Подумайте, вам оно надо? В банке подумают и скажут, что они больше не хотят работать с Беларусь калием. Банк может быть любой, шведский, норвежский, немецкий, но его литовское отделение работает в Литве, и Литва легко может перекрыть ему кислород. Солидарность со штатами, она такая, кто не солидарен, тому придется туго. У меня на сегодня все, жду ваших комментариев, лайков, обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, и ждите новых роликов. Скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok